Я должен был быть химиком, я в образовании химик, потом стал маркетологом, потом стал программистом и потом ушел в образование. Менять сферу деятельности в течение жизни нормально, объясняет слушателям Николай Смирнов. Он для знающих гуру в мире маркетинга. Сейчас, говорит спикер, мир профессий стремительно меняется. Все больше в жизнь человека внедряется нейросеть. В ближайшие десятилетия ученые прогнозируют, что искусственный интеллект сможет заменить труд человека. Но здесь, на форме знания карьера, молодых людей учат не бояться восстания машин. Искусственный интеллект все-таки друг, а не враг. И с ним можно подружиться. Ведь главное, что роботы никогда не смогут заменить, это чувства, эмоции и воображение. То, что никогда нельзя вложить ни в какую систему. Как только люди начнут понимать, что в этом есть выгода, а не что-то уничтожит их профессии. Или, как я говорю, это позволяет сократить рутинные процессы. То молодых людей поймет, что это востребовано. Пообщаться со спикерами, послушать их советы пришли школьники и студенты со всего города. В Салихарде профориентационный форум в таком формате и с такими спикерами проводят впервые. Мне очень нравится сама инициатива этого форума, потому что программа, которая составляется, она достаточно обширная. То есть она всегда включает в себя тему развития персонального, личностного роста, тему как раз карьеры, то, что мы говорим, про поиск работы, про самопрезентацию и так далее. И блок бизнеса. Два дня спикеры будут рассказывать ребятам, как найти себя в огромном мире профессий, как побороть стресс и написать первое в своей жизни резюме. Никакой воды, только важное, нужное и максимально полезное. В принципе, если соединить нейросети и маркетинг, это уже будет целая реклама любого продукта. То даже на это можно делать деньги. Знание карьеры – федеральный проект, который помог найти себя в жизни тысячам российских школьников и студентов. Следующий пункт назначения – Курганская область. Но в Салихард организаторы обещают вернуться и не раз. Алена Кушекова, Александр Елтышев, Время Ямала, Салихард.